Странное морское чудовище найдено на пляже в Техасе помните из странного безглаза угря, который был обнаружен на побережье Малайзии в позапрошлом году. А как насчет языкообразной кляксы или безликой рыбы? Вот еще одно восхитительно неприглядное дополнение к растущему списку таинственных морских существ. Любительница науки Претидесай случайно наткнулась на разлагающуюся рыбу во время прогулки на пляже в Техасе. Осматривая змеи на силуэт издалека, она сначала приняла существо за морскую миногу. Но приглядевшись, она передумала. Это было так неожиданно, минус говорит она. Когда я увидел пасть, я подумала, что ни в коем случае это не минога. Это выглядело как что-то, что пришло из более глубоких вод. Поэтому я сделала пару фотографий и выложила их в Твиттер, полагая, что мои подписчики определяют, что это за зверь. Догадки хвинули потоком, но ни один из предложенных вариантов не отвечал всем требованиям. Мурина? Она похожа по размеру и форме, но не имеет грудных плавников, видимых на фотографиях Десаи. Криветочная рыба, кангрия? Она намного мельче, чем эта странная находка. Так кто же это? Несколько экспертов присоединились к обсуждению, и пришли к выводу, что это зубастое существо является угримом из семейства Пичтедая, группы, также известной как змеевидный угри. Удостоверение личности клыкастый морской тайна специалист по угрям доктор Кеннет Тиге, биолог из Смитсоновского национального музея естественной истории, подозревает, что мы имеем дело с оплатой Пичиулядус, змеевидным угрим или клыкастым угрим. После беглого просмотра некоторых изображений живых экземпляров приходишь к выводу, что название вида для этого животного не случайно переводится как ужасный змей. Клыкастые змеевидные угри обитают на глубине от 30 до 90 метров и большую часть своего времени прячут в норах. Как и почему его выбросило на берег, точно неизвестно. Однако, учитывая погодные явления в Техасе, возможно, что суровые ветры и сильные течения сыграли свою роль в гибели животного. Угри время от времени выходит на мелководье, поэтому сложно сказать наверняка, что стало причиной. Тиге добавляет, что угрь может принадлежать к другому семейству, чем грядая, но объясняет, что крупные зубы рыбы исключают большинство видов этого семейства. Это может быть Батура Чангервичинус или Ксенамистакс Чанграидес, минус рассказывает он. Все эти три вида встречаются за пределами Техаса и имеют большие зубы, похожие на клыки. Жаль, что мы не можем четко видеть кончик хвоста. Это позволило бы провести различия между афехтидами и конгридами. Что касается, казалось бы, отсутствующих глаз существа, то это просто высыхание на солнце. У клыкастых змеевидных угри изначально очень маленькие глаза, если присмотреться, то можно их различить, где морда переходит в челюсть, и, как мы уже говорили, мягкие ткани первыми исчезают, когда начинается разложение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok